Одинцовская третья школа собирает гостей. Повод, что не на есть праздничный, юбилей 40 лет. Образовательное учреждение 8 микрорайона воспитало не одно поколение школьников. А начиналось все в далеком 77-м. На 1 сентября СОЖ номер 3 распахнула свои двери для первых 427 учеников. Сейчас она другая. Начиналась она с коллектива 27 человек. Сейчас у нас 118. Сейчас у нас два здания. Сейчас у нас детский сад. Сейчас у нас 43 класса в параллели. Сейчас у нас ежегодно стобальники. Дай бог в этом году мы повторимся. Сейчас мы развиваемся, останавливаться не собираемся. Новые программы, новые тенденции. В общем, вперед. Дмитрий Никонов, директор школы юбиляра, представитель педагогической династии. Его отец Юрий Александрович руководил образовательным учреждением с момента создания. Именно он выпускал в Большое плавание почетного гостя праздничного вечера Романа Авдеева. Российский миллиардер закончил третью школу в 1984 году. Но о родных пенатах не забывает. К юбилею подарил инженерный класс. Молодой был. Выходил в школу, у меня были такие протестные, очень такие чувства. У меня разные эмоции. Мне казалось, что где-то со мной несправедливо, жестко. Ну, то есть, по-разному. А сейчас у меня только, знаете, чувствуют теплые благодарности. Вот к тому, ну, то есть, вот за годами, то есть, я понимаю, как это здорово было. И какой был здоровский коллектив. И вот это действительно была для меня школа жизни. И тому, что я в жизни достиг, смог сделать, я, в общем-то, больше всего обязан на школе. Наша школа сильна своим коллективом. В один голос говорят педагоги. Ученики им вторят. Это правда. Треть коллектива – молодые кадры. Выпускники школы возвращаются в нее педагогами. Учителя ежегодно принимают участие в конкурсах профессионального мастерства. В прошлом году среди выпускников были три стобальника. Ребята поступают в ведущие высшие учебные заведения столицы. Многие уходят в медицинские, есть в педагогические. Уже отрадно, что в этом году мы подали большую заявку на целевое поступление в УГО. То есть продолжение в педагогике есть. Для меня, как педагога, как коллеги, очень важно, очень теплый был прием, когда я только пришла. И очень чувствуется взаимоподдержка, взаимопомощь. Какое-то такое действительно семейное. И приходишь, попадаешь в семью. Все концертные номера праздничной встречи подготовили школьники, безусловно, в связке со своими наставниками. Об учителях ребята говорят предельно лаконично. Мы их любим и уважаем. Без этих двух составляющих движение вперед невозможно. Я хочу, чтобы учителя были все счастливые, чтобы у них была удача, чтобы они все были здоровые и счастливые. Мария Подъяполиская, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.